Перед беседой заместитель руководителя отдела криминалистики Сергей Личинин положил на стол три фотографии, на каждой пропавшей без вести. В центре фото Александра Захаркина пропал еще в 95-м, последний раз замечен в московском районе города. Сейчас этому парню исполнилось бы 44 года, только фотография уже совсем старая, но все еще висит на сайте следственного комитета. Надежд найти не оставляют. Девушка, вот насколько я помню, в вечернее время прогуливалась с подругой, потом они разошлись, пошли по домам, и вот с того периода они тоже ничего не известно. И молодой человек, там тоже такая же ситуация, он в вечернее время прогуливался со своими друзьями в компании, и опять же, возвращаясь домой, до дома он не дошел. На сайте следственного комитета 17 фотографий пропавших без вести подростков со всей России. Мало ли приведет нелегкое и в наш регион. А с поиском пропавших детей в регионе ситуация обстоит так. Находят 90% потеряшек. Если взять весь 2021 год, то у нас было зарегистрировано порядка 140 сообщений об известном чиновении несовершеннолетних лиц. Большая часть из них была установлена. Вместе с тем, в прошлом году было возбуждено 5 уголовных дел, по 3 из которых лица были найдены, а по 2 подростки стали жертвами преступлений. Ежегодно правоохранители региона фиксируют от 100 до 180 сообщений об исчезновении несовершеннолетних. По статистике, треть из них уходит в никуда сами. Большую часть возвращают в первые сутки. Как правило, бегут они из спецучреждений. Типичный портрет такого стаера – подросток 14-17 лет. Сергей Личинин говорит, что некоторые бегают и по 3 раза за год. Как детдомовские, так и домашние. Паниковать или ждать чего-то не нужно, говорят следователи. Обращаться необходимо сразу же. Как только вы поняли, что вы не знаете, где ваш ребенок находится, он не выходит с вами на связь, сразу же обращайтесь в правоохранительные органы по данному факту. Поскольку порой потерянное время чревато тем, что ребенка просто могут не спасти. Ну, если ребенок попал в какую-то серьезную ситуацию. Рассказали и алгоритм поиска, и с какими службами следователи ведут взаимодействие. Все эти вопросы мы обсудили в программе «Городские встречи» с Сергеем Личининым, заместителем руководителя отдела криминалистики Следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Премьера уже на этой неделе. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».